МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В основании композиции существуют и различные декоративные элементы. Например, вот такая проволока. Такую конструкцию вы можете сделать и сами. Не забывайте, что каждое живое растение в вашей композиции должно быть аккуратно подрезано. Причем флорист советует делать это ножом. Так сосуды у стебля не повреждаются, и в него будет лучше поступать вода. Еще один вариант оформления цветка – поставить его в специальный каркас. Разместите композицию в своей квартире так, чтобы, открыв глаза с утра, вы сразу ее увидели, например, на прикроватной тумбочке. Если цветок объемный, его можно оставить и без декоративных элементов. Добавьте немного зелени, и композиция готова. Теперь сделаем простую композицию в плоской вазе. Аккуратно закручиваем стебли цветов, так, чтобы они поместились в емкость, и заливаем водой. Для композиции в плоской вазе флористы советуют выбирать цветы с гибким стеблем. Это могут быть тюльпаны, как у нас, или каллы. Украсить такую композицию можно декоративными элементами. У большинства луковичных растений гибкие стебли, если их подрезать и оставить на какое-то время без воды, стебель будет еще гибче, и его можно будет уже по форме вазы изогнуть. Прежде чем поместить стебель в вазу и залить водой, его надо еще раз подрезать. Кстати, такую композицию можно преподнести и в дар своим друзьям. Поделитесь ощущением приближающегося лета со своими близкими, и получайте от жизни удовольствие. С вами была Екатерина Маслова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok